Всем привет! В этом видео вы познакомитесь с советами начинающим художником-самоучком, исходя из моего личного опыта. Если вы, как и я, неважно в каком возрасте, только начинаете учиться рисовать и хотите освоить это самостоятельно в домашних условиях, возможно вам пригодятся мои советы. Я являюсь художником-самоучкой, которая на данный момент рисует в цифре около 3-4 лет. До этого рисовала я только в детстве карандашами в альбоме и в тетрадках, а также холсты с натюрмортами на художественных курсах два года гуашью, но это было уже давно и совсем позабылось. Но мне всегда хотелось рисовать лица людей, а не натюрморты. Но лица людей у меня не получались, точнее лица получались, но сходство не было совершенно. О портретном сходстве я всегда мечтала. Рисование было любимым делом моего детства, но подрослев я абсолютно его забыла и забросила. И вот спустя большой промежуток времени рисование снова вошло в мою жизнь в цифровом варианте. Теперь я рисую на планшете, в программах для рисования, изучаю анатомию, композицию, построение лица и фигуры, цветовую коррекцию и прочее самостоятельно. Поэтому хочу дать несколько советов таким же начинающим художникам-самоучкам, как и я. И надеюсь, они вам пригодятся. Если вам хочется рисовать и обучаться этому, делайте это. И не важно, сколько вам лет, учиться никогда не поздно. Если хочется рисовать в цифровом варианте, но нет возможности купить дорогостоящие гаджеты, начните с простых вариантов. Можно рисовать в фотошопе, плюс приобрести недорогой графический планшет, который также называют слепыш. Некоторые люди рисуют даже на телефоне с операционной системой Android при помощи пальца. Ну или же можно рисовать традиционными материалами, в кетчбуках, например, кандашами. Постоянно смотрите уроки по рисованию, которых полно в интернете. Видеоуроки на ютубе, различные курсы, мастер-классы. Читайте обучающую литературу, изучайте знания построения рисунка, изучайте анатомию, перспективу, композицию, гармоничное сочетание цветов и все, что вам интересно и касается рисования. Изучайте и рассматривайте работы других художников, выполненные в различных стилях, интересуетесь разными стилями, старайтесь научиться понимать, в каком стиле нарисована та или иная работа. Пытайтесь повторять уроки, которые смотрите. Если даже с первого раза не получается, не бросайте попытки. Практикуйтесь в рисовании по возможности каждый день. Практика является отличной тренировкой руки, глазомера, главности линий, а также приобретением опыта и появлением собственного стиля. Хотя бы несколько минут в день старайтесь выделять рисованию. Опыт очень важен. Если вы начали рисовать по обводке, но хотите научиться построению с нуля, не зацикливайтесь на технике обведения контуров. Лучше начинайте изучать уроки построения рисунка. Не удаляйте и не выбрасывайте свои первые работы, даже если они кажутся вам ужасными. Когда у вас будет больше опыта, вы сможете вернуться к своим старым работам и сравнить с новыми, тем самым увидев собственный прогресс и развитие. Пробуйте рисовать свои работы в разных стилях. Это помогает понять, в какой стилистике вам нравится рисовать больше всего. А также помогает выработать свой собственный стиль. Участвуйте в разных челленджах и конкурсах в социальных сетях. Соединяйтесь к тематическим группам и чатам художникам в соцсетях и в мессенджерах. Это дает возможность общения по интересам и получения помощи в интересующих вопросах или конструктивной критике для ваших работ. Не опускайте руки, даже если на первых этапах ничего не получается. Если вы действительно горите желанием рисовать, если вам это интересно и доставляет удовольствие, тогда обучайтесь и тренируйтесь, не переставая. А это, как известно, всегда дает свои плоды. Дорогие зрители, если вам было интересно данное видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Также буду рада вашим комментариям. Жду ваших подписок, потому что на канале будут постоянно выходить новые видео. Здесь вы можете посмотреть, как я рисую в Digital, а также есть некоторые уроки в традиционном формате, а также есть видео по обработке фотографии в Photoshop.